Приветствую вас! Давайте сначала начнем с того, что определим. Какова ваша субъективная позиция по данному вопросу? То есть, иными словами, вы упорно, настойчиво не хотели знакомиться с этим пиадом. Не хотели с ним сближаться. Для чего-то врали. Для чего-то придумывали отмазки, чтобы с ним не знакомиться и не сближаться, не давать свой телефон и так далее. Для чего-то вы все это делали, а потом, когда добили своего, как будто бы дали задний ход. И вот это, если честно, и является самым странным в вашем поведении. Вы хотели, то есть, что хотели, то и получили. Но почему-то, почему-то вы, когда это получили, почему-то вы как будто бы испугались результата. То есть, результат получился не таким, каким вы его хотели бы, например. Результат получился не тем, видимо, каким он был вам нужен. Но, подвольте, пожалуйста, уточнить. А какого результата вы хотели? Вы описываете, точнее, вы описываете довольно подробно, довольно подробно вы описываете то, что делаете. Да? То есть, вот, свое поведение. Но, не описываете того, почему так поступаете. То есть, вот, видно, что вы не хотите знакомиться с парнем. Нормальная ли это реакция? Да, нормальная, вполне. То есть, вы не хотите знакомиться с парнем. Вот вы и не хотите давать ему свой номер телефона. Нормальная ли это реакция? Да, реакция, в принципе, вполне нормальная. Но вопрос в другом. Что потом, когда вы все-таки этого парня от себя обтолкнули, вы почему-то все-таки почему-то вы теперь об этом жалеете? И вот это для меня непонятно. Почему вы жалеете-то об этом? Чего хотели вы изначально? Чего желали вы изначально, чтобы жалеть об этом? Вы хотели, чтобы он все равно добился вас? Ну, если не давать никаких шансов человеку, то как он может добиться? Вы ему не оставили никаких шансов. Вообще. Значит, почему вас волнует, добили ли вы человека или нет? если вы не хотите с ним знакомиться, то как раз если вы не хотите с ним знакомиться, какая разница, обидели вы его или нет? а если вы, условно говоря, значит, все-таки интересуетесь им, если он вам нравится, если вы все-таки хотите, допустим, ну, если вы все-таки, если он вам понравился все-таки, то в этом случае опять же непонятно, почему вы дали отказ человеку, что вам и двигало в этот момент. то есть, как это видится мне, что у вас мне ясность в субъективной позиции. Для чего я это делаю? Почему я это делаю? Нет понимания, нет сознания. Соответственно, чтобы таких ситуаций больше не возникало, ладно, не надо четко понимать. зачем вы делаете то или иное? Для чего вы делаете то или иное? С какой целью вы это делаете? Вот это вот нужно вам как следует понять. И в следующий раз, если такая ситуация произойдет, если к вам пойдет мужчина, для того, чтобы познакомиться с вами, например, то не нужно его отталкивать. Если 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 у вас нет срочных дел и так далее. Но захотел он с вами познакомиться, ну пусть познакомится. Дайте ему свой телефон, вы не обязаны ему отвечать, например, вы не обязаны отвечать на его звонки и так далее. если вы отвечаете грубо, а грубо грубый ответ это, как правило, следствие определенного страха, определенного опасения, определенной защитной реакции вашей, то значит вы чего-то боитесь. Либо вы чего-то боитесь, либо вы неуверенно себя чувствуете. то есть вы себя ощущаете недостаточно уверенно. И вопрос тогда, который вам нужно задать, это вопрос в чем именно и почему вы в себе неуверенны. Что касается парня, то у вас есть ситуация следующая. парень конечно вряд ли на вас обидится, потому что знакомясь с девушкой таким способом, вряд ли можно рассчитывать, что каждая девушка будет соглашаться на то, чтобы встретиться, ну на то, чтобы вот на телефон там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что он скорее всего ожидал такой реакции и вряд ли обиделся. Другой вопрос все же, другой вопрос все же, почему вас это волнует? Другой вопрос все же, почему вы как бы вступили в противоречие сам с собой. с одной стороны, вы поступили определенным образом, с другой стороны, вы вроде как сожалеете о своих поступках. Вот это является, мягко говоря, странным, потому что быть такому не должно с вами. Если вы уверены в своем поведении, если вы знаете, чего вы хотите, то у вас недавно быть таких переживаний. А если вы не знаете, чего вы хотите, если вы сомневаетесь в себе, то тогда, конечно, с этим нужно разбираться. А иначе так можете обороно многих людей от себя толкнуть, а потом жалеть и вот так вот задавать вопрос, а что я его обидел. А какая разница, обидели вы его или нет, если ситуация уже прошла. Вот. Так что, я думаю, что если вас волнует вопрос обиды, то нет, вы его не обидели. Как вам быть без сетевых, а как быть с чем? Опять же, с чем? Если вы перед ним изменитесь, это будет означать, что вы хотите познакомиться. Это будет означать, что вы дали задний уход. Ну, если вас это не останавливает, если совесть, глаз, совесть у вас достаточно силен, то попробуйте извиниться. Ну, как вам вот коллега Наталья посоветовала, посоветовала, я думаю, что так можно поступить. Но имейте в виду последствия, которые могут быть. И спросите тебя, готовы ли к этим соседствиям, потому что, если нет, то лучше не надо. да. В конце концов, если вы мужчине не понравились, попробуйте еще раз. Он ведь тоже не дурак, и тоже понимает, что вы могли испугаться, и все, и мало ли что, и мало ли что, может быть. так что, я думаю, время расставить все на свои мечтал. Если парень ваш, вряд ли он куда-то от вас денет, если это нет, то, может быть, вы и правильно сделали, что так поступили. Но в следующий раз, когда решите так поступать, старайтесь осознавать, для чего вы это делаете, и старайтесь представлять себе тот результат, который вы по итогу хотите получить. На этом все. Надеюсь, что он помог вам, если у вас воздались вопросы. Пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.